добрый день уважаемые трейдеры сегодня у нас уже 24 ноября вторник представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инстафорекс логотип который при внимательном рассмотрении вы можете увидеть у меня за спиной итак сегодня у нас день друзей в сша и день маржа в россии сегодня день друзей маржей так вторник волатильность на рынке поднялась стало интересно отработались кое-какие наши торговые идеи вот сегодня не хвастался статьях кстати на сайте инстафорекс есть такая ловушка то есть вы заходите в аналитические обзоры и видите какую-то свежие обзоры либо популярные но если вы хотите выбрать допустим мои обзоры то вам надо будет спуститься вниз здесь выбрать меня и вы получите все мои рекомендации за последние 15 лет которые я хотел бы работать в этой компании но на самом деле на на годик годик на муж чуть меньше так так давайте разберем то что у нас есть и так сегодня мне три статьи первое это очень интересная интересная аналитика фрс да и в принципе история фрс и и цели и задачи которые были скажем так для которых она создавалась и то к чему собственно фрс пришла на сегодняшний день ну и отработки по евро и по золоту потому что ловушки захлопнулись вот и наш торговый метод скажем так на сегодняшний день по этим инструментом в плюсе давайте перейдем на графики и посмотрим и так наш золотишко вчера пробилась день закрылся ниже пробоя похоже он истинный пробой вчера произошел на пимяйках по америке мощные вышли вот и доллар укрепился и выкинул покупателей из нижней границы гигантского аукциона которыми еще рассказывал вам и в прошлом месяце и в этом между 19 33 и 18 47 вот тут границ это не канал как многие думают это аукцион с пробоями верхний ложный нижний пока истинно что сейчас но принципе что по этому тренду по этому тренду есть особенность одна дело в том что по-хорошему нужно было бы продать от полтинника но я начал шортить от 61 потому что очень высокая волатильность шестьдесят первую позицию если бы она не пошла я бы не стал скидывать на нуле да но по фиба я пске но и чуть выше 23 чтобы быть в рентабельности о чем я рассказывал вчера станиславу в рамках моих ответов на youtube канале если бы я продал на на 50 и ожидал сюда запрос то тогда стоп по этой сделке буду выше в принципе сейчас многие сейчас кидаются в шорты многие кидаются в ланге но так как я скажем так даю аналитику в рамках одного двух торговых методов первый это охота за стопами price action 2 это сетки для кросс курсов а сейчас мы разбираем первый торговый метод то в рамках метода охота за стопами по золоту торговых сигналов нет и на самом деле это очень круто потому что наша система не сигналит каждый день по инструменту во все стороны как это делают популярные индикаторы и если она не сигналит индикаторная стратегия по на одном таймфрейме то надо его просто уменьшить она будет сигналить на другом соответственно вы как опытный игроманчик все эти моменты знаете и собственно кормите своего внутреннего игромана вот такими торговыми сигналами очень очень низкого качества поэтому в рамках нашего метода сейчас по золоту сигналов нет ни в ланге не в шорты золото может дальше провалиться может сделать ложный пробой вернуться внутрь там этих на торговок и пойти дальше по целям наверх и на самом деле сейчас сейчас многие инвест дома колл-центры три звонят к своим клиентам с одной лишь целью покупайте золото почему потому что она сейчас дешево стоит всего 1825 долларов за трое скрунцы а каких-то три месяца назад она стала 2000 если мы сейчас с вами купим по 1800 и она вырастет до 2000 что мы заработаем с вами 2000 там пунктов долларов юаней гривен либо даже чехословацких крон вот но все это здорово до тех пор пока клиент не спросит а с какими рисками мы купим золото под 1825 единственным ответом на это будет такой же риск как и прибыль то есть если вы планируете забрать 2000 вверх то у вас по идее должно быть 2000 вниз а 2000 вниз это сколько у нас по 25 по 25 2000 вниз это вот в районе полторашки и клиент спросит если я заряжу сюда тысячу баксов и цена упадет до полторашки я потеряю всю свою ставку там весь свой депозит вы скажете не вы оператор call-центра скажет да как же золото может спуститься до 1500 час же кризис сейчас все покупают все за все золото скупать доллар крушится пресс вагоне соответственно вот такими приемами пользуются различные брокеры дабы затянуть клиентов у рынок ну с одной стороны так всегда было так есть и так будет но наша задача заработать рентабельно я например не могу позволить просто так себе сейчас купить золото под 1800 поставить стоп за полторашку и спокойно при этом себя чувствовать потому что это не мой торговый метод и даже если допустим теоретически золото вырастет даже до трех тысяч я не смогу такое повторить понимаете то есть это такая неповторяемая сделка такие сделки не нужно проводить почему потому что это не системность трейдинге должна быть система поэтому я пока золото не трогаю вот и на самом деле это это нормально она отработала и так уже неплохо кстати на прошлое в прошлом нет в этом месяце золото отработала два сигнала да то есть мы от этого пин-бара с выбора взяли удар наверх по верхней границе аукциона потом это пропустили а с отката взяли 3 волны все больше не нужно принципе золото так и дает на дневках там раз в месяц два в месяц свое движение просто привыкать к этому ритму и вы можете это все проверить в симуляторе торговли которые я высылаю на почту бесплатно если вы напишите под этим видео евро доллар евро доллар на час по москве фактически полностью отработал вчерашнее укрепление американского доллара вчера кстати еврик от тестировал круглый уровень 1 18 вот и если у вас он есть этот индикатор круглых уровней то вы это видите если у вас вами то вы к сожалению что по евро радует еврик вчера у нас расторговался в бае все естественно сейчас говорят о том что еврик падал и надо его сейчас продавать на самом деле меня больше интересует именно обычая вот эта волна которая расторговала нашу торговую идею от вот этого пин-бара в ланге то есть у нас был пин-бар в тенденции и мы взяли вчера вот это движение наверх вот который стал 40 пунктов при теке также в 40 105 40 то есть вот она инициатива вот откат на полкиничек и вот он удар в 1 19 поэтому вот эта трехволновка я сейчас покажу более толстыми линиями а б с которая на дневках виде вот этого пин-бара она отработалась многие сейчас скажут что вот надо тянуть было до 161 фибы и 261 423 там и так дальше дальше я вам скажу так друзья мои чем дальше вы хотите тем меньше вы получите почему потому что такая теория вероятности я кстати сейчас пишу видео на эту тему не идет цена в дальнюю сторону с такой же вероятностью как и в ближние грубо говоря если вы торгуете я уже говорил об этом много раз со стопом 10 пунктов стейком 30 вы никогда не будете зарабатывать поверьте мне и скоро я это вам докажу наглядно на видео которое при все зале у себя уже на гана то есть я развенчаю великую тайну форекса который связан с банальной теории вероятность так значит что вот это оба цешка отработала и мы забрали забрали вот пробой мощной площадки по день 19 и все что произошло сегодня сегодня многие кинулись естественно шортить в сторону вчерашнего шортового импульса я это вижу даже по форуму форекс деньги вот интересный парень предложил продавать утром я не разделяю не разделял не этого мнение почему потому что если вы охотник за стопами для вас цели должны быть главнее чем импульсом мы не гоняемся за импульсом мы гоняемся за деньгами как говорил остап бендер да нам нужно понимать где лежат день данном случае до импульс классно он пробил верхнюю площадку пробил вот эту это очень кстати важно нижнюю видите вот это двойное дно то есть это между 16 и 19 ноября был пробойчик и произошел отскок а что осталось знаете как в пословице а и бы сидели на трубе а упала бы пропала что осталось на трубе так вот смотрите вот этот заброс наверх он обозначил теперь новую площадку слабо наклонную которая чуть выше на 1 19 вот она вот здесь вот находится и то есть если вы продавец более такое рьяный я думаю вам не составит труда передвинуть стоп там за вот этот уровень и сейчас я бы охотился именно за вот этими хаями они за лаями по лаям у вас идет бычат на тенденция здесь нет площадок здесь просто тренд вот и я вижу что он еще сильный вот у нас идут такие полбеки там откаты на шоке лонгистов там так далее как-то не назови соответственно это шортовая инициатива мне не нужно какая бы она красивая не было если бы вот эта инициатива пробила не верни не пробила вот эти два минимума допустим остановилась вот здесь откатила ху я бы сегодня уже по колено в шортах стоял но нет здесь уже деньги забрали соответственно мне это не нужно вот поэтому я не торгую эту историю мне больше интересно сейчас ланге ланге на добивание продавцов по 19 100 поэтому я выбираю ланговой инициативы соответственно за ланговой инициативу можно взять возможно даже сегодняшний день либо часть вчерашнего дня может соответственно мы что делаем мы натягиваем фибоначчи на импульс ну он еще может быть не закончился может быть пробой будет сразу там наверх может быть мы откатим соответственно к примеру если мы откатим здесь на полкинчик я беру этот импульс либо он выше пройдет к и полкинчик подтянется наверх вот и я от этого импульса с откатик с удовольствием куплю и буду охотиться за стопами продавцов которые стоят по хаям текущего месяца и это нормальная настоящая охота за стопами а не просто погоня за импульсами что многие делают не понимая природу этих вещей британец британец также вчера провалился на новостях кто-то это использовал для закупа потому что по фунту мы охотимся за экстремумами года как текущего так и 19 прошлого поэтому логично поднабирать и кстати обратите внимание британец улетел в круглый уровень 33 и уже почти соточку откатил поэтому по британцу я тоже за ланге пока не пробьется 35 уровень и которым мы с вами мечтаем уже не первый месяц дальше доллар иена доллар иена вчера также подросла на сильных прям очень сильно я пока смотрю на этот инструмент без особого энтузиазма хотя у меня есть еще ланге небольшие потому что я подрезал сейчас можно передвинуть по доллар иене я считаю что можно передвинуть стопы если вы в лангах под площадку 103 и 6 то есть под вот этот минимум у нас 4 это будет мы ждали здесь ложного пробоя но новости вытолкнули это все наверх соответственно если этот импульс новостной вчерашний который вытолкнул бакс наверх фундаментально да на пи мяйках по доллару если он будет пробит то я думаю будет пробит уже этот минимум соответственно отдавать рынку лишние примеру ну 50 пунктов я не стану то есть я выйду здесь нам даже может чуть раньше на пробой вот это инициатива на 8 давайте сразу по доллар этому франку потому что здесь тоже самое тоже вчера была инициатива пока стоим тоже есть площадка но на просто повыше то есть здесь можно еще дать шанс на ложный пробой площадки на круглом уровне 09 так переходим к нашим красам audi канадец пока прет наверх мы его не трогаем я давал чары рекомендацию начать покупать пару австралий с новозеландец начиная с круглого уровня 105 вот если вы начали набирать то первая сделочка у вас должна быть в плюсе это не очень хорошая новость потому что нам не нужны единичные сделки нам нужны пачки да как я их называю либо сетки то есть там нужно чтобы с рейс новозеландец подваливал еще может быть на новостях каких-то может быть не знаю каким-то естественным образом чтобы нам набрать ланге нормально заработать единичные сделки мы закроем только в том случае если инструмент после того как мы открыли ланге прошел 100 пунктов 100 пунктов забираем просто как бонус не радуемся жизни канадец франк не трогаем пока он во флете нам нужны края также как и франк иена я ее хочу продать выше 118 сеткой лимитных продаж доллар канадец пока тоже подсыпает на на сильной на сильной нефти доллар канадец пока не растет что я от него жду я жду что пробой площадки который сейчас произошел вот именно сейчас будет ложным если этот инструмент закроется ниже площадки то ланговая история здесь будет в печали ну в принципе те же самые площадки что и по доллар иене и по доллар франку по доллар канадцы это все одно и то же просто в доллар канад канадцы больше влияние нефти поэтому этот инструмент не люблю но в целом для лангов нужен ложный пробой день еще не закрылся америка еще не проснулась поэтому ждем ждем америку канадец иена не трогаем австралиец естественно прет прет пока у нас не было по нему торговых идей мы здесь ничего не не покупаем не продаем ложный пробой площадки пока раз торгуется наверх зона где где хотелось бы под напрячься под напрячься в шорты это обновление хая года и уже выше что то что то можно смотреть но это же торговая идея допустим новозеландца смотри смотрится гораздо лучше почему потому что новозеландцы здесь круглый уровень 07 и уже мы пробили экстремумы октября 18 там февраля 19 года они уже пробит их соответственно здесь здесь уже можно поднабирать шорты аккуратненько тоже сеточка это не очень правильно потому что это не кросс вот но у меня такая идея я решил решил ее отработать и начал здесь немножко подшарчивать инструмент надежде как я вчера говорил на фиксации продавцов при пробое года и от круглого уровня 107 107 сегодня уже тестировали вот соответственно если вы тупо продали от 107 то вы даже уже как видите можете быть в небольшом плюсе так ну и нефть нефть восстанавливается в разные страны начинают говорить о своих вакцинах коронавирусных в общем сейчас пойдет волна кто больше у кого лучше это все в принципе хорошо для нефти экономика китая растет у всех не растет и китай растет соответственно в китае прут нефть и она начинает расти в цене я здесь не не участвую фундаментальной идеи я не отрабатываю я технический трейдер когда техника совпадает фундаментом это хорошо когда не совпадает я торгую как говорил один великий одесский шоумен торгуйте то что видите они то что знаете так давайте перейдем к вопросам на youtube канале по вчерашнего видео вчера было много лайков у нас спасибо потому что я угадал поэтому много лайков но что поделать такой закон джунгли так поехали константин андрея понимаю почему я люблю импульсный трейдинг да да импульсный трейд кайф импульсного трейдинга не в том что он там супер эффективный там он простой понимаете не нужны индикаторы не нужны какие-то там объемы кластеры клауды стаканы ленты это все не работает нету людей которые на этом зарабатывают это просто но время долгосрочной перспективе это просто элемент продажи скажем так чем проще тем лучше вот оба цешки площадке все три каких-то фактора которые совпадают в моменте все торгуйте их константин золото да про профит хороший дальше андрей так я вроде поскидывал то что у меня сейчас есть то что пишется с кимом чуть позже сергей вопрос когда зальют много долларов в поддержку евро доллар по вашему мнению куда пойдет на север или на юг но если залью долларов то доллар ослабнет то есть долларов станет больше соответственно при одинаковом количестве людей ими пользующихся спрос на них будет меньше и доллар будет падать соответственно пары евро доллар будет расти если залью на так станислав да я помню вчерашний вопрос если при разгоне срабатывает тэйк по евро вторую и третью сделку в рамках этого счета мы ждем также по евро или может другие инструменты можно использовать до другие то есть у вас не не так там что у вас счет для евро счет для фунта хотя это тоже прикольно но я я за то что что все проверять да к примеру вот вы спрашиваете а можно ли так сделать либо нет а я вам говорю а давайте проверим алгор а вы мне говорить а как я вам говорю а просто то есть вы берете симулятор торговли да и прогоняете допустим по по вашей стратегии которая вам подходит допустим евро доллар за январь девятнадцатого года потом прогоняете фунта за январь девятнадцатого года перекидывайте сделки на график и накладываете их но один за одним и смотрите совпадали либо ли у вас если бы вы торговали в то время в моменте сделки между этими инструментами если вас если совпадали тогда вы моделируете то что по одному из этих инструментов сделку бы вы не совершали то есть вы не должны стоять допустим по евро доллару и фунту одну и ту же сторону в одно и то же время вы можете стоять кстати в разные стороны но 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 не в одну потому что в большинстве случаев вы будете торговать одну и ту же идею либо на укрепление доллара либо на его ослабление единственное что в симуляторе нельзя отработать это одновременную торговлю на нескольких инструментов я думаю что если заморочиться и кстати попросить вас как подписчиков прокачать эту эту идею то мы мы это дело победим дело том что в классических тестерах либо симуляторах можно торговать только один инструмент на одном таймфрейме либо на нескольких смотреть несколько таймфреймов но вот нам для работы для тренировки нужно увидеть и торговать одновременно я думаю что это это должно быть если этого нет то не знаю я например бы заказал программ программистам такую штуку чтобы они сделали потому что для для отработки торговых навыков это невероятно потому что в тестере например в этом тренируетесь тренируюсь евре гоняете гоняйте вдоль и поперек все вы там прибыльный трейдер потом гоняйте фунта туда-сюда все у вас классно прет потом переходите в реал и перед вами тут 30 инструментов и вы начинаете думать так я вот лишь бы сюда зайду так а я сейчас фунта не буду продавать потому что и евро продал и вас начинается сомнения минжевания туда чуть больше туда чуть меньше ах не пошло какой-то супер импульс на м1 и все у вас выкинуло вы испугались запутались опять возвращаетесь тестер там один инструмент больше ничего нет и на опять начинаете плюсовать понимаете какая ситуация то есть вот такое многообразие инструментов она она путает об а потом приходите в тестер где толком выбора нет а только один инструмент и вы плюсуете если если у вас такая проблема значит один инструмент на один один счет все а у вас просадок не должно быть в принципе потому что вы не набираете вы не имеете право набрать больше много инструментов потому что у вас для одного инструмента один счет вы так решили самого начала попробуйте это все проверяется и это все под подгоняется под вашу психологию я ж не знаю кто вы там холерик сангвиник или какой-нибудь деспот форекс на это это все надо проверять для этого для этого нужны и вот такие менторы там преподаватели не знаю или как их коучеры которые не просто там рассказывают вот ребята покупайте при пересечении скользящих средних или там когда маг дешма где там выше выше нуля там да на который разбирается с вашим психотипом и на основе его помогает вам как тренер настоящий ну скажем так использовать ваши личные характеристики для достижения лучших навыков в торговле результатов вот чем должен заниматься тренер а я считаю что вот допустим на рынке форекс там или фондовый рынок нужны не преподаватели не учителя а нужны именно тренеры и вот этого вот у нас нет нифига я думаю что ситуацию надо поменять если вы со мной согласны поставьте лайк если нет напишите почему так симулятор отправил сергей спрашивает когда я торгую какая уровень маржи так чтобы понимать понимать каким объемом лучше входить в сделку это вопрос неправильно дело в том что уровень маржи зависит открыть на от кредитного плеча и если вы хотите сохранить свой депозит либо вы его доверяете какому управляющему и хотите его сохранить ставьте самое маленькое кредитное плечо и либо минимальное каком-то там один к десяти к пятидесяти там где пили к пяти тогда человек который открывает сделки но если у него конечно не сеточная стратегия к ней который предполагает много ордеров ну в принципе там можно тоже именно плечом управлять не позволит допустим набрать кучу позиции во все стороны тому замкнуться усредниться вам не даст плечо почему на фонде люди ну скажем так может быть даже сливают но не так часто как на форекс плечо дело в плече соответственно вы открыли там минимальным объемом сделку по евро она фунта у вас уже просто не хватит средств потому что вы уже это все выбрали соответственно это обалденный ограничитель скажем так который бьет по рукам чтобы вы не залезли в очередную авантюру какую-нибудь раскинув 15000 ордеров по по всем инструментам потом в принципе вопрос неправильно поставлен вопрос каким объемом лучше торговать я так вижу между строк там вашего сообщения ну общепринято да допустим вот для управления там риск на сделку до двух процентов если управляющий но если вы обычный домашний трейдер который торгует втихаря от всех на табуретке и никому ничего не говорит гоняя там 100 долларов вы естественно не будете ставить 2 доллара на сделку вы будете нам поджахивать естественно рано или поздно это приведет к печали поэтому опять же я рекомендую торговать если у вас небольшие депозиты там до 10000 долларов на центовых счетах тогда большой размер депозита ну скажем будет под подсознательно влиять на принятие ваших решений то есть вы не будете жахать будьте торговать аккуратно медленно нарабатывать практику статистику вот и и действительно можете работать там там до двух трех процентов на сделку либо так даже не на сделку на торговую идею потому что торговую идею можно отработать и небольшой сеткой ордеров если вы к примеру работаете с отката по фибы допустим раскинуть между 61 и 50 либо 50 и 23 либо между тремя уровнями сеточку но надо рассчитать объем таким образом чтобы суммарный он не превышал допустим двух процентов это почему два процента почему не 500 до потому что у вас должен быть запас на серию убыточных ордеров допустим вы допустим если вы 10 раз на кассе пор или и это приведет к потере всего 20 процентов от счета и это это немного эти 20 процентов нужно в большинстве случаев компенсировать из кармана для того чтобы с одной стороны треснуть треснуть себя и осадить в том плане что вот я за три минуты на кассе порил деньги которые положил допустим на счет мне скажем так и пришлось зарабатывать каким-то тяжелым возможно даже физическим трудом соответственно это это такое наказание самого себя это очень правильно то есть если вы просадили по своей вине а в большинстве случаев это страх или жадность тогда вы пополнять должны именно за счет собственных средств и это правильно тогда ценность депозита будет для вас высоко и желательно чтобы его размер был большой а это как правило центовые счета я имею ввиду если то есть что там небольшие до десяточки американских тысяч так но эта тема большая я думаю если мастер-классы запустят инстафорекс со мной я вам расскажу много интересных историй по этой теме так юрий индикатор сессии вроде отправил сетки пока еще не готовы так симулятора правил так нравится способ вашей торговли психологии толпы ну это конечно громко сказано но громко так ну и павел привет подскажи так по потом один два три в шорт по киеве я так понимаю это новозеландский доллар слом структуры мши так м 60 и ниточку ну да и давай посмотрим киви киви такие это чего на зеландец или астралиец ну птица киви это же новая зеландия по моему а я так я понял да ну павел наверное решил поохотиться вот эта инициатива на это откат и он хотел увидеть вот эту третью волну вниз правильно ну на момент на написание этого сообщения ситуация выглядела вот таким образом и по всем инструментам она была принципе такая же потому что американский доллар укрепился вчера на новостях ответ на ваше сообщение павел в том по первой части лимит очку на 50 процентов но подозрительная площадка наверху осталось вот 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 это уже хорошо во первых во первых новозеландца нельзя было продавать до пробоя 107 потому что это очень очень крутой как я показывал уже экстремум годовой снова зеландица дал вот эту инициативу перед пробоем этих экстремов это важно второй момент по от вот этой инициативы ну начать тогда она была по ней не было площадки целевой то есть инициатива была а площадки нет нам сначала нужна цель а потом уже эта инициатива как повод для того чтобы зайти с отката которого еще может и не быть понимаете и того получается три фактора для того чтобы зайти в рынок цель хорошая инициатива и наличие отката который дает нам понимание рентабельность только тогда начинается перекос вероятности больше 50 процентов между 50 и 75 все остальное это фантазии так давайте смотреть ну принципе я ответил на все вопросы так друзья мои на этом все на этом все будем заканчивать надеюсь мой обзор для вас имеет какую-то пользу если это так поставьте лайк пишите комментарии если вам что-то непонятно если нужно отправить тестеры индикаторы оставляйте почту контролируйте риск и берегите себя и до встречи завтра утром на очередном обзоре для инста forex всем пока